Всем привет! Меня зовут Ярослав Гавриков, я руководитель школы дрифта в Москве, а также постоянный участник чемпионата России по дрифту «Российская дрифт-серия». Огромное количество учеников задает одинаковые вопросы. Где, зачем, сколько, почем, почему летом, почему зимой, как хранить, где обслуживать и так далее. Казалось бы, ответы на эти вопросы очевидны, но тем не менее количество интересующихся слишком велико, поэтому это видео для вас. И с этого момента мы запускаем серию роликов про обучение, технические, организационные вопросы. И все, что касается дисциплины дрифта в целом. Возможно, некоторая информация из этого видео покажется вам слишком очевидной, но поверьте мне, эти вопросы задают, и задают их очень много, поэтому настало время их разобрать. Ну и давайте для начала разберемся, что вообще такое дрифт. Дрифт — это автоспортивная дисциплина, в которой машины двигаются в управляемом заносе, и соревнования по дрифту, в отличие от кольцевых гонок, оцениваются не по времени прохождения круга, а по критериям скорость, траектория и угол. Основной вопрос — сколько стоит тачка? Тут надо понимать, что есть несколько категорий машин, как летних, так и зимних, как городских, так и соревновательных. Если мы начнем с самой, скажем так, бюджетной категории, это машина для зимних тренировок. Как правило, это Жигули, BMW, что-то на заднем приводе, что-то бюджетное, что-то достаточно старенькое и на механической коробке. Такая машина обычно стоит в районе 300 тысяч рублей, там плюс-минус. Понятно, что где-то есть дешевле, где-то дороже, но в среднем нужно ориентироваться на цифру в 300 тысяч. Сразу хотелось бы отметить, что зимний дрифт сильно дешевле летнего, хотя бы из-за стоимости резины, которая зимой практически не трется, по льду, по снегу и так далее. А летом это огромная статя расходов, в которой ощущается каждый выезд. Резину надо привезти, резину надо купить, резину надо обуть. И все это сильно увеличивает стоимость тренировок. Кроме того, тачка для лета должна быть мощнее, соответственно, она дороже, на нее дороже запчасти, дороже обслуживание, она больше есть бензина. Поэтому летний дрифт — это как бы дорого-богато, будьте к этому готовы. Теперь про летний дрифт. Здесь надо понимать, что нам нужна мощная заднеприводная машина с мощностью примерно от 250 сил для комфортных тренировок. Мощность может быть и меньше, но тренировки будут более страдательные, поэтому я рекомендую отталкиваться от цифры 250 сил и выше. Что касается бюджета такой машины, здесь есть два пути. Это либо машина, на которой вы сможете ездить по городу до тренировок, до сервиса и так далее. Такая машина будет стоить примерно от миллиона. Ну, ориентируйтесь на эту цифру. Второй путь — это машина без документов. Это может быть спорт-паспорт, чтобы ее можно было передвигать на эвакуаторе. Она может быть нерастаможенная, она может быть собранная там из чего-то, ее на учет нельзя поставить там или на запретах. В общем, машина трековая. Как правило, эта машина стоит на треке, вы приезжаете, катаетесь, паркуете ее и уезжаете. Бюджет летней тачки начинается примерно от 500 тысяч. Он может быть дешевле, но вы попадаете в тот кластер, где мощность меньше 250 сил, как правило, в этот бюджет. И это страдальческий путь, который я как бы не особо хочу разбирать, потому что это инерционный, маломощный дрифт. Вы начинаете никого не догонять, и это, короче, утопия. То есть вы заходите и очень быстро разочаровываетесь, вам становится скучно, и вы все равно приходите в сторону небюджетных машин, начинаете вкладывать в них бабки и так далее. Машина, которую я бы рекомендовал с мощностью от 250, там, 300 и так далее сил, она будет стоить где-то от 500 до миллионов, в зависимости от какой это будет кузов, какие у нее будут документы, какой у нее будет руль, мотор, начинка и так далее. Это может быть либо заводская машина, в которой есть мощность, но нету ничего для дрифта, либо это может быть машина подготовленная для дрифта, в которой может быть меньше мощности, но больше плюшек. Там облегчение, какая-то там каркасы, распорки, жесткости, стойки. Все это как бы плюс к стоимости машины, на это надо обращать внимание. Что я имею в виду, когда говорю про документы? Машина может быть не растаможена, соответственно, вы не сможете ее зарегистрировать. Она может быть там какой-нибудь распил, надкус, конструктор, все, что не ставится на учет. Все это считается спортинвентарем или машиной для трека. Она хранится на треке, либо вы привозите ее на прицепе, на эвакуаторе, как-нибудь, но по городу вы на ней не ездите. Такая машина на заходе в дрифт и в тренировке будет дешевле. Вторая категория – это машина с документами. Как правило, именно эта категория самая желанная среди тех, кто хочет зайти в дрифт. Они хотят, чтобы у них была либо everyday машина, либо что-то выходного дня, на чем они смогут доехать до тренировки, до сервиса, до друзей, просто покататься там с девушкой и так далее. Но и не забывайте про 12.5.1. Это статья, за которую вас могут снять с регистрации машину, за банальный там руль или ковш или что-то дрифтопригодное. Даже если вы там такой весь невзрачный и на ввесиках, если такое желание будет у сотрудника полиции, он обязательно это сделает. На этом месте я хочу обратить внимание на то, что машина без документов легче покупается, но сложнее продается. Это как бы большой минус. Относительно машины, которая будет с документами, она сложнее покупается, но быстрее продается. Это тоже надо брать в расчет. По классификации летней машины я бы разделил на три класса. Первый любительский для себя – это до ляма. Второй любительский соревновательный от ляма. И третий профессиональный соревновательный от 5-10 миллионов и выше. Сейчас уже бюджеты, там и по 20 машин есть соревновательных профессиональных тачек. Начнем с самого бюджетного класса – это тренировки для себя. Здесь я бы рекомендовал машину что-то около заводского, не которая там была свапнута где-то, кем-то, когда-то, а именно какое-то заводское решение, либо Nissan, либо Toyota с турбовым мотором. Сразу вы должны понимать, что, скорее всего, это будет правый руль. Но, тем не менее, это машина, в которой будет готов мотор, готова трансмиссия, будут толстые привода, редуктора, и все это будет готово держать ту мощность, которую в нее засунули с завода. На такой машине вам будет сильно комфортно тренироваться, нежели это будет какая-то там старый Ford, в который поставили мотор там V8 от Toyota, кто-то его там на стяжках прилепил, и вот это вот все будет постоянно ломаться, и никакого кайфа от тренировок у вас не будет. Я бы рекомендовал брать сразу что-то на турбовом моторе, что-то типа Toyota, Mark II, Cresto, Chaser, по факту это одна и та же база, в ней уже все с завода установлено, ставь дрифт-пакет, там вывороты, ковши, ручники, и поехал на тренировку. Это самый простой вариант, как по мне. Есть вариант сильно бюджетнее, например, BMW E36, это сейчас вообще там чуть ли не панацея, как зайти в дрифт, бюджетный и так далее. Вы должны понимать, что, во-первых, с ней придется изрядно потрахаться, во-вторых, она рано или поздно вам надоест, она не будет ехать так, как вам надо. От вас на старте там Toyota GZ будет уезжать, и вам придется в эту BMW что-то ставить, и по факту вы либо ее продадите все равно и купите Toyota, либо сделаете в нее начинку Toyota, выпадете на полгода и еще на 500 плюс тысяч на постройку. Поверьте мне, так как у нас есть BMW и маломощная на зимнем моторе, и сильно мощная на летнем моторе, и сделать из одной другую, это где-то 500 тысяч вложений, несколько месяцев потраченного времени, вы должны понимать, нужно ли вам это на заходе. Класс второй любительский соревновательный. Машина с бюджетом от миллиона, и что же в ней должно быть? В ней должен быть мотор от 350, там, 400 сил, в ней должен быть всякие штуки по безопасности, типа каркас, ковши, все вот, какое-то пожаротушение, сейчас регламент каждый год меняется, поэтому за этим надо следить. Если вы хотите ехать на соревнования, вы должны изучить регламент этого соревнования. Что будут проверять, что вы должны сделать, пленочка на фары, чтобы они при аварии не рассыпались на трассу, поменять воду на антифриз, потому что антифриз долго смывать с трассы, а вода быстро высыхает. И все вот эти моменты, это уже как раз-таки история о любительском соревновательном дрифте. Сейчас мы не будем сильно углубляться в технические подробности регламентов, там, вот этих всех соревнований. Если вам это будет интересно, пишите в комментах, и мы сделаем про это отдельный выпуск. Как правило, имея такую машину, у вас должен быть привязанный к ней механик. Либо вы сами должны быть механиком, который ее постоянно обслуживает, либо это будет какой-то друг, либо это будет автосервис, потому что эта машина мощная, она чаще ломается, на ней дороже запчасти, и как бы с ней должен работать профессионал. Обслуживание такой машины, на примере нашего участия в любительском чемпионате, выходит примерно 100-150 тысяч в месяц, 300 там где-то участия в гонке, и еще там 50-100 за тренировку. Ну, при условии, что у вас не сильно там все ломается, не надо менять каждый раз моторы и так далее. Это очень средние цифры, потому что сильно все индивидуально, разные моторы, разные стили вождения, разные трассы, разные количество времени, проведенное на трассе, поэтому здесь как бы очень сложно почитать среднестатистическую. Ну и перейдем к самому дорогому классу, это машина уровня RDSGP. В среднем такая машина стоит от 10 миллионов, 10, 15, 20, есть случаи, когда сумма переваливает за 30 и выше, и это именно профессиональный спорт, здесь есть спонсоры, здесь есть команды, здесь очень дорогие тренировки, выехать с командой потренироваться в одну машину, там может 200 тысяч, что это и больше, потому что такая тачка может съесть резину за два круга, допустим, а резина будет стоить двадцатку за два баллона. Вот считайте, 10 раз покатал, сотку спалил. Плюс сам соревновательный выезд на такой машине, тоже каждый год уходит куда-то в космос, там команды растут, ответственности растут, конкуренция растет, и если, когда я катался там 5 лет назад, такой выезд стоил там 300, то сейчас этот выезд может стоить миллион, два, там какие-то сумасшедшие цифры, и в общем надо к этому прийти. Что такое вообще корч? В моем понимании это произошло от слова корчевать, то есть машину просто раскорчевали, выкинули у нее весь салон, поставили ей вот такой пердак, накрутили развала, сделали самую жесткую регулировку стоек, и на треке она чувствует себя отлично, то есть вы комфортно тренируетесь, разгоняетесь, она там все рулится, все жестенькое, все как положено, но в городе вы чувствуете себя абсолютно дискомфортно, трясетесь и думаете, что сейчас выпрыгнете кишки, боль и страдания. Итак, мы купили тачку, допустим, она неподготовленная, что нам нужно сделать? Первое, нам нужен выворот колес, для того, чтобы вы могли закидывать тачку в углы, и выворот колес помогал вам не разворачиваться, ехать в этих углах комфортно, и дрифтить, в общем-то. Второе, гидравлический ручник, тросиковый, как правило, работает отвратительно, растягивается, не схватывает нужным образом, когда это нужно, в отличие от гидравлического, который жестко фиксирует колеса, позволяет поставить тачку в занос на большой скорости, и, в общем-то, это один из самых главных атрибутов дрифтера. Пункт номер три, это ковш. Это сидение ковшеобразного типа, как это раньше было принято говорить. Полуковш, это более такое комфортное городское, что обычно в городские тачки ставят. Ковш, это чисто соревновательная история. Для того, чтобы вы провалились в него, чувствовали себя уверенно, держались за руль, и при боковых вот этих перегрузках вас не болтало, как сосиску по всему салону. Вы сидели четко на своем месте, выполняли свою работу. Пункт четыре. Редуктор, дифференциал, блока, заварка. Что хотите, самое бюджетное, это заварка. Смысл в том, чтобы колеса крутились вместе, и это позволяет вам более прогнозируемо управлять тачкой в заносе, понятно, ставить ее в занос, перекладываться и так далее. Вариант подороже, это блокировка. Она, как правило, ставится в некоторых машинах с завода, либо есть какие-то тюнячьи варианты, в разные корпуса редукторов, для разных машин. Это более технические такие подробности, которые, если нужно, мы также разберем в следующем выпуске. И пятым пунктом здесь я бы выделил охлаждение, потому что в дрифте моторы работают на пределе, и если у вас нету дополнительного охлаждения, то за два круга на своем тренировочном дне вы просто нагреваетесь и начинаете стоять охлаждаться, а бабки-то капают. И мы рекомендуем сразу ставить увеличенные радиаторы на воду, дополнительные радиаторы на масло, на жидкость Гура, показометр в салон, чтобы у вас ничего не грелось, вы катались и чувствовали себя счастливыми гонщиками. Это как в НФС, ты покупаешь пакет тюнинга на тачку, а в дрифте это просто дрифт-пакет. Там сразу выворот, кожзаварка и поехали на тренировку. Итак, у нас есть подготовленная тачка, дрифт-пакет, мы готовы, заряженные, врываться в бой. Куда ехать? Где тренироваться? Где брать информацию о тренировках? Сколько это стоит? Давайте обсудим. Конечно, если у вас есть собственная площадка 100 на 100 метров, вы ответственно врываетесь туда, начинаете крутить пятаки, пробовать бросить тачку в дрифт и так далее. Обычно люди ищут в своих городах какие-то закрытые территории, какую-то связку поворотов или какую-то заброшенную парковку, площадку, что-то где-то. Главное, чтобы они никому не мешали, чтобы не было громко дома, чтобы нельзя было ни в кого врезаться, чтобы не дай бог там кого-то сбить. В общем, это должна быть какая-то закрытая территория, на которой вы никому не мешаете и занимаетесь своим хобби безопасно. Если мы говорим про Москву, то в пределах города найти такое место практически невозможно. Но есть и плюсы, что конкретно в нашем регионе есть доступные площадки, к которой ты можешь практически в любое время приехать за небольшую плату заниматься своим любимым хобби. Я расскажу об основных вариантах, которые мы используем в Москве. Это парк технических видов спорта в Печатниках, Дмитровский полигон на Ми в Дмитрове, соответственно, и трасса Адэйм Рейсвей в поселке Верхняя Мячка в Московской области, собственно, где мы сейчас и находимся. Возможно, есть какие-то места, где собираются дрифтеры для того, чтобы покататься там ночами и так далее, но мы это не практикуем, не рекомендуем и в целом об этом ничего не знаем. Начнем с Печатников. В основном мы используем большую освещаемую площадку, которую многие из вас могли видеть в шоу «Дорога в дрифт». Она представляет собой большой кусок асфальта с бетонными блоками по краям и в целом вы там никому не мешаете. Если вы куда-то улетите, то дальше блоков, поверьте, вы точно не уедете. На такой площадке вы можете научиться практически всем элементам дрифта, разным азам, проехать конфиг. В этом году там даже проводили соревнования по дрифту российской дрифтерии «Запад». На этой площадке вы можете воспользоваться услугами нашей школы «Дрифт Сколл ПРО». Сейчас такой тренировки будет стоить 14 500, под ключ. Вы больше ни о чем не думаете, садитесь и час катаете в руле с инструктором, с резинами, шинами. Вас сопровождают, и все у вас вообще прекрасно. Кроме того, там вы можете хранить свою тренировочную тачку, и стоить это будет 6000 рублей в месяц. Кроме площадки, в печатниках также есть трасса, на которой вы не разовьете каких-то суперскоростей, но с точки зрения развития вас как дрифтера и развития вашего опыта, она идеальна. Вы можете также пополамить ее с друзьями, она стоит от 5000 рублей в час, либо вы можете залетать туда на трек-дни за 4000, условно, там на несколько часов. Информацию о таких трек-днях вы можете узнать напрямую у администраторов трассы. Второй вариант это трасса ADM Race Wave Мячкова. Это стационарный гоночный трек, большой, здесь скорости, трибуны, чемпионаты России, RDS GP, все здесь проходит. Здесь также есть площадка, она сильно меньше, чем в печатниках, но тем не менее, там свои пятачки, восьмерки, базовый элемент вы можете изучить. Стоит она от 4000 рублей в час и также пополамится на две тачки. Ну и сам трек, он, конечно, огромный, но там есть отдельный кусок дрифта, он так и называется, дрифт. Стоит он 6000 рублей в час также на две тачки, вы можете там либо за 6 ехать в одного, либо за 3 ехать вдвоем, там условно. На нем также есть трек дни от Мячкова, есть трек дни наши школьные, в которых участие стоит 2500 в час с машины. Самый бюджетный вариант ворваться на трассу это трек день от Мячкова, он будет стоить 7000 за 7 часов, то есть вы на целый день приезжаете, 7000 платите и погнали. Либо можете в полсессии взять 3,5 часа также за 3,5 тысяч. Часто просят начинать тренировки с трассы, потому что типа это круто, там будут классные фоточки и так далее, но как правило этой тренировки это страдания и потраченные деньги, потому что не имея должного опыта, нужного опыта, вы будете просто вылетать, разворачиваться, не понимать, что вообще происходит и кайф от дрифта будет минимален. В то время, когда на площадке вы можете отточить практически все элементы и абсолютно спокойно через пару-тройку занятий выехать на трек и чувствовать себя максимально спокойно и комфортно. Третий вариант, куда поехать в Москве называется Drift Family. Это закрытая тусовка, которая чаще всего катается на полигоне на Ми в Дмитрове и также у них есть выезды на Нижегородское кольцо, в Рязань и в общем, где можно долбить, там они и долбят. В целом, это самый комфортный заход новичка. Ты приезжаешь сюда на своей тачке, платишь там 3-4 тысячи за весь день. Тебя, если ты хорошо едешь, тебя в группу сильных ставят, если нехорошо, то в группу слабых. Ты катаешься, разворачиваешься, что-то пробуешь. Если вы катаетесь без тренера, то Drift Family это отличный вариант, потому что там будет много людей, которые вам посоветуют, чем-то помогут, с какими-то решениями, вы там познакомитесь с ближайшим дрифтовым окружением и там начнется ваш путь. Кроме этого, есть несколько фестивалей типа Drift Expo и Jefesta на различных площадках, куда вы также можете за символическую денежку попробовать свой скил, поучаствовать в небольших соревнованиях и в целом потусить, познакомиться с людьми и отлично провести время. Итак, у нас есть тачка, мы знаем, где на ней кататься и теперь мы переходим к тому, что делать после катки, где ее хранить, за сколько хранить, где обслуживать и так далее. Как правило, такие тачки хранятся либо в сервисах, в которых они обслуживаются, либо в своих гаражах, в которых вы сами их делаете с друзьями, либо у себя в частном доме, либо на парковке, либо на трассе, если эту машину не нужно чинить. Самый распространенный расклад это то, что вы делаете тачку сами в своем гараже, привозите ее на катки, увозите ее с катки обратно к себе. Здесь как бы цену определяйте сами. Про печатники я сказал, это 6 тысяч в месяц, про мячково я не сказал, это 5 тысяч в месяц на улице и где-то там в районе 40 тысяч стоит один бокс, вы можете несколько тачек сюда загнать, либо хранить у кого-то в боксе, там может быть чуть дороже, там 12-15 тысяч в месяц. В общем, порядок цифр будет примерно вот такой. С собой на тренировку я бы рекомендовал иметь домкрат, манометр для того, чтобы понимать давление в шине и регулировать ее зацеп, минимальный набор инструментов, канистры с бензином, ну и в целом какие-то стяжки, там если у вас разломался бампер, вы могли сразу что-то починить. Это минимальный набор, который вам нужен с собой в багажнике, там или в техничке, или на чем вы там поедете. Сколько стоит обслуживание такой машины в течение всего сезона или в месяц? И это один из самых распространенных вопросов. Здесь надо понимать, что машина может месяц вообще не ломаться, либо вы можете сорвать джекпот, взорвать мотор, и как бы вся эта история в деньгах выйдет очень-очень небюджетная. В среднем я бы остановился от 20 до 50 тысяч в месяц при 2-3 выездах на целый день. Эти деньги уйдут на оплату работов механиков, на диагностику, на замену масел, каких-то там шаровых, сальничков и всего того, что может поломаться. И еще один очень важный момент, где покупать запчасти на эти машины. Также это один из самых распространенных вопросов. Я бы выделил, наверное, три основных магазина, в котором это делаем мы. Atomic, Forward Auto, Level Performance. Это тюнячки, качественные, проверенные, с хорошим сервисом, ну, в плане обслуживания вас как клиента. И оттуда вы возьмете запчасть, не будете сомневаться в ее качестве, то, что она у вас там развалится и так далее. Есть более бюджетные там китайские магазины, всякие, Японамамы, АДЖС и так далее, но здесь, наверное, вы сами все узнаете, когда станете двигаться в дрифте, как уже пилот и как практикант этого хобби. Кроме того, для всех дрифтеров мы сделали барахолку именно дрифтовых тюнячек, ковши, всякие редукторы, стойки, все, что касаемо дрифта, там, датчики и прочие запчасти, кузовные элементы и даже сами тачки. Вот вам ссылочка. Дрифт Базар Must Have. Мы растем, развиваемся и я очень надеюсь, что это будет удобно и для вас в том числе. Также поговорим про резину для дрифта. Очень часто спрашивают, есть ли какая-то специальная резина для этого. Отвечаю, нет. Это гражданская резина. Как правило, это бюджетная китайская резина. Во-первых, она дешевле стоит. Во-вторых, она подольше ходит. Для тренировок ее вам хватит за глаза. Дальше, если вы собираетесь двигаться куда-то в сторону соревнований, естественно, это уже будут другие варианты. Но, тем не менее, все равно это будет китайская резина. Один баллон такой резины стоит в районе от 4 до 6 тысяч в зависимости от производителя и размера. Хватать его будет примерно на полтренировочных дня в зависимости от мощности, в зависимости от вашего скилла, насколько долго вы нажимаете газ, насколько длинные повороты, которые вы ездите. То есть резину не надо перегревать. Также мы советуем ее остужать дополнительно. Есть разные варианты от поливалок до лужи и тряпочек там мокрых. В общем, это все более глубокая история. Если мы говорим про резину для соревновательного дрифта, то бюджет такой покрышки в 18-м размере будет стоить примерно от 10 до 20 тысяч в зависимости от производителя. Это такие фирмы, как Westlake, Achilles, Valina, Cylon. В целом, это практически все тоже один Китай. И сейчас самый главный тренд в RTSGP это Valina. Не знаю, как организаторы будут с ней бороться, но она пока уезжает вообще от всех и стоит 18 тысяч за баллон. Два баллона, 36 тысяч, два круга. Считайте, стоимость соревновательной катки только по резине. Тачку купили, покатались, обслужили, храним, кайфуем, все ровно. Что вообще делать дальше? Я бы рекомендовал двигаться в сторону каких-то любительских соревнований, хотя бы просто городского уровня, такие как Дрифт Мацури СПБ, ЖЖ есть в Москве, это два ЖНК их организуют как раз таки в Печатниках, там периодически бывают выезды в Рязань и так далее. И далее, если вы готовы и финансовые, и моральные и носкилухи ехать в соревнования, то это RDS Запад, Сочи Дрифт Челлендж. Что есть в российской Дрифт Серии Запад? Это младший уровень чемпионата, где попроще машины с меньшей мощностью, попроще подготовка, поменьше бюджет, поменьше, поуже точнее колесо, и в целом вы врываетесь туда и начинаете ехать туда. На результат вы можете туда подтягивать каких-то спонсоров, рекламировать свой бизнес, каких-то партнеров, я не знаю, там на бартер, допустим, масло или резину вам кто-то даст или что-то, в общем, какой-то сервис будет закрывать вам вопрос с обслуживанием машины и хранения. Вот на таких условиях вы начинаете двигаться в профессиональном направлении. Как правило, сезон чемпионата РДС Запад состоит из примерно шести этапов в среднем, и проехать такой сезон будет стоить там от двух до трех миллионов рублей. Если же мы говорим про чемпионат РДС GP, то, во-первых, вы должны показать себя на каких-то низших уровнях, доказать, что вы способны, что способна ваша техника, что способна ваша команда, что вы не будете там просто на скорости 150 врезаться в бетон, потому что просто не умеете. И сезон таких соревнований будет стоить от 5 миллионов и выше, в зависимости от того, насколько дальше вы проходите. Потому что что? Потому что два круга 36 тысяч. Несколько лет назад, когда я участвовал в соревнованиях РДС GP, войти туда мог любой человек, имея подготовленную машину и оплатив членский взнос. Сейчас же есть ограничения. Чтобы попасть в высшую лигу РДС GP, ты должен что-то показать в каких-то низших соревнованиях типа Сочи Дрифт Челлендж и РДС Запад. Даже если у вас есть куча денег и куча амбиций и супер топовая тачка, совсем не факт, что вы с первого сезона поедете сразу РДС GP. Если вы с другой стороны показывали высокие результаты там, то без проблем вас возьмут сюда в команду, либо просто дадут вам лицензию и вы поедете. Тащите партнеров и врывайтесь. Ну и самый интересующий всех вопрос как на всей этой истории заработать. Вы должны понимать, что в Дрифте есть не только пилоты, есть много обслуживающего персонала, медиапространства, трассы, школы, механики, сервисы и так далее. Мы сделаем отдельный большой выпуск про то, как это сделать в роли пилота, но также находясь допустим в чемпионате РДС GP или Запад можно зарабатывать хорошие деньги не будучи пилотом, но просто оставаясь за кадром. Основная цель этого видео это понять в какую историю вы вообще со всем этим ввязываетесь. Чтобы вы не потратили бабки, не выкинули их куда-то, не страдали, потому что Дрифт это прикольное хобби, если делать его правильно, можно отлично двигаться, развиваться и получать от жизни удовольствие. На моем опыте было несколько случаев, когда люди покупали себе тачки, охреневали от количества потраченного времени на их обслуживание и денег, и у них весь кайф превращался в 5 выездов за год и огромный мозготрах на протяжении всего года с этой машиной. Поэтому я предлагаю вам попробовать Дрифт в нашей школе Дрифт Скул ПРО на нормальной подготовленной машине, в которой не будет вопросов. Вы сядете с тренером, все входит в стоимость, покатались, кайфанули, нравится, будем подбирать вам тачку или собирать, или это вообще отдельная уже история. Не нравится, все, вы потратили на одно занятие и дальше вам не надо продавать машину, вам не надо куда-то ее везти, хранить, чинить и вот это вот все. Кроме того, по промокоду YouTube я даю вам 10% скидку на первую тренировку, которую вы можете потратить там или себе или для своих друзей. Так что подписывайся на канал, ставь лайк этой серии, пиши в комментах интересующие тебя вопросы про постройку, тренировку, обслуживание и вообще по поводу школы может быть возникли какие-то вопросы, а также темы, которые стоит обсудить в следующих видео. Следующий видос у нас будет про тренировку уже с тачкой, экшен на площадке, где отпускать, как управлять и так далее. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был Ярик, до новых встреч!